Ты не начал убирать, даже не пробовал нигде. И сейчас какая погода, что урожай на поле, а зимой очмень набирает. Нет, это понятно. Я думаю, может у тебя где-то там, как в отдельных местах, подгорелшие и прочее. В этом году, слава Богу, подгоревших нет. Неплохие, спасибо. Тема новая. Два момента хочу подчеркнуть. Во-первых, это один из комплексов, один из двадцати, который Владимир Генридович подарил Минской области. Как говорит Александр Генридович, а что там, продукцию мою едят, молоко, мясо, минчане, но должны помогать области. Но это правильно. Но учитывая то, что не только Минск поедает продукцию в Минской области, но и Брестской области, и Гродненской, и других областей мы поставляем на рынок. Когда губернаторы узнали о том, что он у тебя построил двадцать комплексов, они взвыли. Почему в Минской области, а почему, вот Юрий Витальевич, не в Брестской области. Есть вопрос. Брестское молоко, Минск тоже употребляют пищу, поэтому Владимир Генридович взмолился, дайте мне, говорят, в Минске разобраться год, а потом я уже по одному-полтора комплекса всем подарю, чтобы они косо не смотрели на губернатора Минской области. То есть вопрос в том, что в прошлом году было поручено двадцать комплексов вам построить здесь, молочно-товарных в Минской области. Вторая тема – это посмотреть, ну ты экономист, посчитал здесь, ну ты должен свое слово сказать, что это самый дешевый комплекс в стране. Это для нас очень важно. И если у вас действительно, а это, наверное, так, и мне мэр Минска говорит об этом, получился самый дешевый молочно-товарный комплекс. Второе – надо тиражировать по всей стране эти комплексы. Нам не надо, чтобы какая-то тут архитектура супер была и так далее. Хорошая архитектура, хороший комплекс. Мы их подняли достаточно над уровнем, как у нас обычно строили фермы, то вода вся стекала к этим фермам и они разрушались. Мы его приподняли, красивый, нормальный проект, мы его будем тиражировать по всей стране. Вот две проблемы. Спасибо Минчанам, что они со своего бюджета профинансировали 20 комплексов тебе, это большая поддержка. Второе – что мы их должны тиражировать по всей стране. Но, подведя черту, хочу сказать, что от комплексов мы не отойдем. Если кто-то там парится и хихикает, что вот опять комплексы, опять, потому что, я полагаю, здесь все молоко экстра. То есть, с самым высоким качеством. Ну, так это же питание людей и детей наших. Поэтому мы должны уходить от этих ферм мелких, переходить к этим комплексам. Или они будут 800 голов, или они 1000, 1200. Я не сторонник, конечно, этих больших комплексов. Ну, и если 1200, это же надо везти за 20 километров корма. Ты же не заготовишь на 1200 голов. Да, не хватает площади. Держинск должен быть в порядке. Развивать будем Держинск, как и Логойск, как и другие города-спутники, для того, чтобы не перенаселять Минск, чтобы он был светлым, красивым. Я еще хочу дополнить. Вот мы сегодня помогли ему купить автолавки. Он в том числе закрывает сельские маршруты. То есть не только потребка операции, но и хозяйство. Возможно, когда-то мы на этих ребят придется нагрузить и обслуживание этих всех деревень. Я уже много раз говорил, почему мы поддерживаем эта государственная политика сельское хозяйство. Да потому что все на нем висит с тех советских пор. И это хорошая форма, от нее не надо уходить. Он здесь хозяин. Сколько у тебя деревень всего? И малых, и больших? 58. 58? Да, и 5 сельских советов на территории. Ну вот, он тянет и сельские советы. Что сельский совет без него сделает? Практически ничего. Вокруг города Держинска все наши земли. Это тоже надо парадок поддерживать. Да, поэтому мы вынуждены их поддерживать, сельское хозяйство. Потому что у них и социальная сфера, и пенсионеры, и эти деревни надо более-менее в порядке поддерживать, пока они не исчезнут. Ясно, что 58 деревень у него через 20 лет не будет. Будут крупные основные деревни. Но, конечно, свой отпечаток наложит Минск рядом и Держинск. Поэтому тут в деревнях люди будут стараться что-то построить. Но это уже будут самостоятельные люди. Это уже люди, которые будут отвечать, дачники, так сказать, больше сами за себя. А сейчас за крестьян, которые вложили свой труд в эту землю, мы обязаны отвечать за этих пенсионеров. Поэтому надо и помогать, и опору делать на них. Я помню, по молодости, когда я стал президентом, мне предлагали, да нет, сельские советы надо отсоединить, пусть они работают сами по себе, у них задачи, а они сами по себе. Угробили бы деревню. Угробили бы деревню. Поэтому, ну и руководителей таких надо поддерживать. Всячески морально, материально, потому что они основную нагрузку несут в районе. На сегодняшний день, почему очень важно, скажем так, трансформировать из фермы нормальный молочный товарный комплекс? Потому что первый, почему у нас так дешево получается строить? Первый вопрос, о чем говорит Юрий Петрович, это инфраструктура. Сегодня, если строить в чистом поле, ТП, водонапорная башня, дороги и все, это очень существенно влияет на стоимость, на стоимость строительства. Плюс к этому, у нас все работает. Мы получаем деньги и выручку. Нам не надо ждать, пока мы два года построим, год заполним, а кредиты платить надо. То есть у нас идет все время нормальная выручка. То есть действующее производство, вот мы построили новое, оно сегодня уже функционирует и дает свой результат. Плюс то, что мы говорили, наша задача закрытие старых ферм. Он закрыл две фермы и поставил сюда весь код с этих ферм. Ну да, дешевле тебе обойдется строительство, потому что логистика какая-то есть, сети есть, электричество, там дорога и прочее. Но мы говорили о том, что если сконцентрировать все производство, животноводство в одном месте, то нам корма годы, годы, годы придется возить вокруг за 20 километров. Он не концентрирует все здесь. Ну вот я говорю, чтобы мы в угоду логистики, хорошим дорогам и прочее, не начали все это привязывать. Потому что мы потом потеряем на логистике с доставкой кормов. Транспортный расход и все. Да, транспорт, все бестоим. Это просто если пересчитать. Поэтому надо внимательно к этому относиться. Стойловое оборудование, все, а рационные коньки мы в нем делаем в колхозе сами. У нас есть все оборудование. Как я уже говорю, все бетонные работы, все. Значит, подрядчики нам то, что сертифицировано, монтаж клюшек, панели. То есть колонны, фермы и клюшки. ДСУ подрядчик, то, что мы не можем сами сделать. Ваш президент, 17 сентября 2022 года здесь поле было пахотное. Это вот мы все построили за год и 9 месяцев. Все вот это новое. А уже с ноября месяца 2023 года мы стали комплектовать этот комплекс. Ну ты полностью заполнил те места, которые созданы новые? Да. Приятная работа, хорошая работа. Лучшей работы нет, запомни, нет. Я это все прошел. Так я кроме сельскохозяйственной недели работаю. Нет, лучше мне сняться по ночам сейчас люди, с которыми я работал, сняться. Скотина, коровы, я их ночь даю, там еще ужас. Лучше нет. Никакое президентство, это все чепуха. Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения и результат каждый год. Этим надо жить. Конечно. Совершенно верно. Вообще, по цене и по качеству, у нас хозяйство и техника вся в голове. Они уже дошли до такой технологии, что не надо переклашивать деньги. На сегодняшний день вот этот шикарный зал большой с монтажом. Покажем вам, какие холодильники. Сколько тут становится? 64 головы. Добрый день, Даярочки. Да. Или вас уже по-модному называют, а? Даярочки. Даярочки. Ну и правильно. 23 года я даю корову. Хорошая у вас работа. Хорошая. Ну и сколько у вас самое большое удовольствие в корову? 46 литров. Есть в корову. У меня дома 11 коров. Сейчас? 4,5 литра. У меня был случай, корова за день давала 45 литров, 4,5 литра. И искусственно не могли ее осеменеть. Вот на мясокомбинат я отдал фермеру, отдал, он забери. Уже бучка и телочку приняли 2 года. Все-таки естественное, никто не... Конечно. Ну это, у тебя, ты понимаешь, второе такое... Да, это аналогично. Хорошие, просторные залы. Очень даже нормальные. Ну, конечно, должен быть порядок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.